добрый день я приветствую зрителей моего канала новых гостей моего канала как я уже говорила мы с внучкой выехали из украины и у нас была дальняя дорога через прагу через мюнхен путь мы держали вглубь европы в итоге мы ночью поздно вечером оказались в базе ли то есть с помощью долгих пересадок многих поездов мы добрались до базили в базе ли мы обратились в полицию за помощью чтобы нам предоставили какой-то ночлег и мы спрашивали что нам делать дальше мы беженцы из украины и я спасаю свою внучку родители остались в украине защищать нашу родину защищать против войны против оккупантов россии я с внучкой поехала в глубь европы в полиции нам дали возможность в отеле переночевать базили а на утро нам уже сказали что мы можем поехать в рюненберг и там онлайн оформить документы но поселившись предварительно в семью фермеров и вот я в этой деревне дорф значит здесь живет очень хорошая семья семья из четырех человек я так поняла но я еще точно не знаю но хозяева пожилого довольно таки возраста им за 70 фрау урсала и мужчину зовут вы знаете еще не запомнила имя такое сложное в общем они там живут на втором этаже и не живут там нам предоставили полностью первый этаж вот и я сейчас вас коротко проведу по дому какие нам условия предоставили значит вот эта кухня такая достаточно симпатичная я в духовку уже поставила печь печенье вот такое вот помещение это как бы холл камин это санузел такой а это наша комната значит наша комната это розы кроватка моя кровать то есть собственно это для занятий это все они приготовили они уже зарегистрировались на сайте полиции что они готовы принять семью готовы принять из двух трех человек и в общем у нас вежливо вежливо приняла это семья вот конечно же позади очень тяжелая дорога но тем не менее я даже себе представить не могла что такой будет финиш понимаете нашей работ дороги то есть я надеялась на что угодно я думала что в швейцарии не получится остановиться я думала что при ей придется еще куда-то ехать они даже вот качельку приспособили для ребенка вот это их не поля они выращивают для коров здесь пшеницу я из короткого разговора поняла а там трава для заготовки сема сесси она на зиму вот насколько я да да это так мне говорили это небольшая деревня она там дальше простирается мы на отшибе вот а дальше там вот имеются там дальше дома это и есть деревня рюненберг сказали что здесь недалеко школа до школы буквально один километр вот и розочка может посещать завтрашнего дня ребенок может посещать школу что что радует вот сегодня мы пойдем зарегистрируемся в школе здесь нас предупредили что надвигается циклон будет много снега и в течение четырех дней сказали что будет плохая дорога и плохая будет погода в общем конечно я очень рада что у нас такие условия вот тут рядом лес 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 предупредили что в лес можно ходить без опасения что нет хищных животных есть только косули лисы кабаны кабаны тоже сказали что не агрессивные они когда чувствуют запах человека они стараются уходить подальше в лес вот собственно вот так вот живет эта семья фермеров что я вам хочу сказать даже не верится вот я сегодня утром сюда приехала сейчас обеденное время я приехала утром мы бы вернее сюда нас привезли утром вот я все посмотрела познакомилась сейчас мы будем разбирать вещи и одно только радует что наконец-то есть у нас дом есть место где можно остановиться очевидно коровы наверное живут здесь здесь такая территория наверное какой-то загон для скота но я не знаю пока ничего не знаю куча техники потому что наверное люди очевидно сами обрабатывают землю и она нужна им видимо для работы на этой земле да все красиво конечно же воздух и я как говорила я 14 лет назад была в швейцарии я ездила по туристической путевке но я была у подножья юра то есть я ездила чтобы посмотреть альпы две недели я жила в швейцарии и мне тогда очень понравилось очень понравилось я была в альпах там где суворов осуществил переход через альпы и я как бы была на этом месте вот это я все смотрела тогда видела вообще мне швейцарии понравилось своими своей местностью горный воздух луга зеленые горы естественно и вообще жизнь швейцарцев меня тогда поразила насколько у них все чисто все в цветах насколько это законопослушный народ вот так а хотела вот увидеть этих коровушек а вот одну корову вижу вижу одну корову но остальные наверно там в этом большом помещении боже мой какое приспособление то что получается они чешут себя таким образом чухаются наверное да ну что вы буренка ты отда тут а где все остальные вот вот смотрите да смотрите их сколько они сейчас отдыхают да и даже маленькие телята есть а понятно ну то есть вот видите я набралась смелости и показала вам это все но и дети я поглажу иди ко мне иди иди ко мне иди смотрите эта штука остановилась она видимо когда корова не стоит рядом с ней то есть наверно от прикосновения она не начинает работать я так поняла но ты хорошая хорошая иди ко мне иди ну хорошо позже познакомимся хорошо ну собственно вот об этом я хотела вам рассказать что слава богу мы приобрели пристанище ну теперь будем знакомиться поближе естественно помогать наверно по хозяйству и и документы же что надо будет оформить я тоже так думаю на этом я заканчиваю свой репортаж всего вам доброго да конечно не на минуту не покидает мысль о том как наша украина и я в дороге даже не могла нормально читать новости дорога была очень тяжелая как только будет возможность я зайду в youtube все почитаю созвонюсь с родственниками потому что все переживают где мы и как бы всего вам доброго